Дорожные движения Научиться красиво рисовать Узнавали мои коллеги на мастер-классе Как прошел конкурс Мини-Мисс Донбасс 2020 Подробности в выпуске Чем отличился этот день в истории Расскажет Марк Виргизов Самые простые упражнения по фитнесу Смотрите в рубрике «Физкульт-привет» Знаете ли вы, что любая ошибка на дороге Может стоить вам жизни и здоровья? Будь ты пешеходам или водителям Соблюдать правила дорожного движения Крайне необходимо всем Наши спецскоры решили напомнить вам Золотые правила для пешеходов Прямо сейчас они с нами на связи Привет, ребята! Где вы находитесь? Привет, Полина! Мы сейчас находимся на одном из самых оживленных Перекрестков города Донецка Вы готовы дать пару уроков для наших телезрителей? Да, Полина! Сейчас мы всем расскажем О самых главных правилах дорожного движения Для пешеходов Первое золотое правило пешехода Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу Подземному или надземному И, если есть светофор, только на разрешающий зеленый сигнал Кстати, пешеходный переход Это участок дороги, предназначенный для движения пешеходов через дорогу И обозначается этот участок дорожными знаками Перед тем, как начать переход дороги Даже когда включен для пешехода зеленый сигнал светофора Нужно обязательно посмотреть по сторонам Сначала налево, потом направо и еще раз налево Убедиться, что все транспортные средства остановились И только после этого можно переходить дорогу Чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток Рекомендуется прикреплять свето-возвращающие элементы на одежду или сумку Тогда водитель сможет заблаговременно увидеть пешехода на дороге Но и в этом случае переходить проезжую часть нужно исключительно по правилам На пешеходных переходах, где нет светофоры Пешеходы могут начинать переходить проезжую часть только после того Как убедятся, что переход будет для них безопасен Здесь снова нужно посмотреть по сторонам В случае отсутствия пешеходного перехода Пересекать проезжую часть нужно на перекрестках по линиям тротуаров или обочин Особенно внимательными нужно быть при переходе дороги в районе остановок общественного транспорта Здесь самая большая помеха обзору – остановившийся автобус, троллейбус или трамвай Не следует обходить транспорт общего пользования ни спереди, ни сзади Нужно дождаться, пока транспорт отъедет и только тогда переходить дорогу, соблюдая правила дорожного движения Правила дорожного движения – это святое Главное – никогда их не нарушать А с вами были Кристина Климко и Михаил Оржанцев Полина, передаем тебе слово Спасибо вам! А теперь предлагаю поинтересоваться у жителей республики, знают ли они правила дорожного движения Поможет нам в этом Елизавета Василенко Она уже с нами на связи Привет, Лиза! Где ты находишься? Привет, Полина! Я сейчас нахожусь на одной из центральных улиц города Донецка Расскажи телезрителям, что ты там делаешь? Я хочу узнать у взрослых, насколько хорошо они знают правила дорожного движения Такие вещи нужно знать всем. Вот мы сейчас и проверим На какой цвет нужно переходить дорогу? На зеленый Перед переходом дороги в какую сторону нужно смотреть в начале? В начале влево Какие бывают пешеходные переходы? Надземный, подземный Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Стараюсь, да, всегда соблюдать правила дорожного движения Как вы думаете, насколько важно соблюдать правила дорожного движения? Это не то, чтобы важно, это необходимо, чтобы обезопасить себя, свою жизнь и здоровье На какой цвет светофора нужно переходить дорогу? Конечно же, на зеленый Перед переходом дороги в какую сторону нужно смотреть в начале? В начале на левую, а потом на правую Какие бывают пешеходные переходы? Зебра Какие бывают пешеходные переходы? Подземные и надземные Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Нет Как думаете, насколько важно соблюдать правила дорожного движения? Жизненно необходимо На какой цвет светофора нужно переходить дорогу? На зеленый Какие бывают пешеходные переходы? Подземный, надземный и обычный по земле зебра Насколько важно соблюдать правила дорожного движения? Как вы думаете? Ну, настолько же важно, как цена в твоей жизни. Если тебе цена, то она очень важна. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? По поводу перехода на зелёный свет не всегда. Иногда спешу, пустая дорога и перебегаю. Перед переходом дороги в какую сторону нужно смотреть в начале? Вправо, влево. Какие бывают пешеходные переходы? Не знаю, честно говоря. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Конечно. Как думаете, насколько важно соблюдать правила дорожного движения? Жизненно необходимо. Вот мы и убедились, что правила дорожного движения – это очень важно. Опрос подготовила Елизавета Василенко специально для классных новостей. Рисование – это что-то нечто волшебное. Ведь когда мы рисуем, мы воплощаем в жизнь наши мысли и идеи. А знали ли вы, что есть много интересных техник рисования? Наша съемочная команда решила отправиться на мастер-класс по рисованию и узнать, как можно легко и просто научиться этому искусству. Нам удалось попробовать две необычные техники. Интересно, какие? Смотрим. Когда мы смотрим на картину, мы видим мир глазами художника, его мысли, идеи. Звучит прекрасно. Но оказывается, красиво рисовать совсем не сложно. И на сегодняшнем мастер-классе мы узнаем две необычные техники, с которыми справится каждый. Вау, ты умеешь заинтриговать. Монотипия – это отпечаток красками. На лист бумаги наносится пятна краски с водой или без. Сверху кладут еще один чистый лист, прижимают и разглаживают. Получается два листа с необычным пятнистым узором. Его можно использовать либо как фон будущего рисунка, либо его можно доработать, добавить детали и превратив бесформенное пятно в полноценный рисунок. Юлия, а что мы будем сегодня делать? Здесь у нас походят художественные мастерские. Мы с вами будем рисовать в двух техниках – монотипия и живопись шоколада. Отлично. Получится ли это у того, кто не умеет рисовать? Да, это очень легкие такие техники, которые не требуют никакой художественной подготовки. Ого! Уже красиво! А ведь еще дорисовать можно. Лиза, что ты в этом видишь? Кажется, это похоже на рыбку. А материал для следующего мастер-класса настолько вкусный, что я переживаю с дальнейшую судьбу картин. Кстати, вы знали, что белый шоколад делает из того же материала, что и обычный темный шоколад? Из масла какао, сухого молока и ванилина, но без добавления какао-порошка. Поэтому он более калорийный, чем обычный черный шоколад. Скажи, ты любишь рисовать? Да, очень. А что ты чаще всего рисуешь? Домашних животных. Чаще всего я люблю рисовать разных животных. Домашних питомцев, собак, котов. А что ты сделаешь с картиной, которую сегодня нарисуешь? Да, маме и папе повесил на работе. Повешил уже у себя дома в кухне. Я повешил среди своих картин. Вообще-то я все вижу. Ой, да рисую я. Рисунок – это тоже нечто близкое ко сну. Здесь действуют те же механизмы, как и в сновидении. Смещение, сгущение, рассеивание. На рисунке мы часто изображаем то, о чем сейчас не помним и не думаем. Страхи и желания, образы и мысли. То же самое происходит и во сне. Вот такая красота у нас получилась, несмотря на то, что мы далеко не художники. Попробуйте и вы. Только не волнуйтесь о возможной неудаче. Рисуйте так, как рисуете. А с вами были Елизавета Василенко и Александра Морская. Специально для Классных Новостей! Конкурс «Таланты и красоты» состоялся. Юные красотки соревновались между собой за титул «Мини-Мисс Донбасс-2020». Что ожидало участниц и как проходил конкурс? Смотрите в сюжете. Сегодня здесь, в Шахтер-Плазе, ежегодный конкурс красоты и талантов. «Мини-Мисс Донбасс-2020». Я планирую вам все здесь показать, но у меня пока слишком мало опыта. Так что, если вы не против, я попрошу подруг помочь. Алло! Сейчас буду! Концепция этого конкурса такова. Вначале участник ждет приветствия, в ходе которого маленькие принцессы впервые выходят на подиум и заявляют о себе. После того, как зрители увидели каждую из девчонок, наступает второй этап. Демонстрация талантов. Конкурсантки будут петь, танцевать, читать стихотворения. В общем, скучно не будет. Участницы конкурса, как настоящие модели, даже покажут дефиле коллекции дизайнерской одежды. А потом мы все узнаем, кто же станет «Мини-Мисс Донбасс-2020». Но не стоит забывать, что несмотря на то, кто победит в конкурсе, все девочки красивы и талантливы по-своему. Цвет софитов, вспышки камер, красивые прически и невероятные платья. Как с этим справляются участницы конкурса? Нужно узнать. Как ты готовилась к празднику? Я подбирала себе платье, искала себе творческий номер, смотрела прически и подготавливалась эмоционально. Сначала мы с мамой придумывали презентацию. Презентация – это информация обо мне, которую читает ведущий во время первого выхода. Потом мы думали над танцем, над образом, костюмами и музыкой. Я подбирала платье, отыгрывала мою мелодию, очень много усилий приложила, чтобы хорошо сыграть и показать ее. Чего ждешь от сегодняшнего дня? Жду приятных эмоций, подарков, ну и, конечно же, звания «Мини-Мисс Донбасс». Ярких эмоций, хорошего настроения, чтобы всем понравился мой творческий номер и, конечно же, победить всех. Не менее важной частью праздника являются гости и зрители. Ведь без них нашим юным звездам просто не перед кем было бы показывать свою индивидуальность. Почему не участвуете? Потому что я недавно узнала об этом конкурсе, мне о нем рассказала моя подруга Даша. Она здесь участвует и я надеюсь, что она победит. Чего бы вы хотели пожелать участницам? Смелости, не бояться выходить на сцену и чтобы, если они проиграли, то не расстраивались, потому что каждая из них по-своему талантливая и красивая. Это, конечно, все правильно, но без чего конкурс бы точно не состоялся. Так это же без организаторов. Кстати, Елена уже тут и готова ответить на наши вопросы. Расскажите о мероприятии. Как пришла идея сделать конкурс красоты? Ну, на самом деле, конкурс – это не наша идея. Конкурс уже более 12 лет. Он проходил еще до войны, но, к сожалению, в период активных военных действий был небольшой перерыв. И вот с 2018 года наша модельная школа возродила снова традицию проведения мини-мисс Донбасс. Уже третий год мы радуем всех этим фестивалем. Какой должна быть победительница? Победительница должна быть харизматичной, уверенной в себе, активной девчонкой. Все дети очень красивые, естественно, выбирать здесь не приходится по красоте. Но нужно быть бойкой, уверенной, целеустремленной. Наша девчонка активная. Какие забавные ситуации были во время подготовки к конкурсу? Ну, забавных ситуаций у нас всегда очень много. И на репетициях мы любим посмеяться, мы стараемся не делать из этого какую-то серьезную работу. И мы хотим, чтобы девчонки кайфовали, поэтому у нас всегда весело. Фух, все успели. Осталось ожидать итогов конкурса. Скоро мы узнаем имя мини-мисс Донбасс 2020. А сюжет мы подготовили специально для классных новостей. Что такое Солнце? Что мы можем о нем сказать? Кроме того, что это огромный горящий шар. Солнце – это источник света и тепла на Земле. 3 мая – Всемирный день Солнца. Ведущий нашей рубрике «День в истории» Марк Вергизов сейчас подробнее все расскажет. Смотрим! Добрый день! Это рубрика «День в истории» и я ее ведущий Вергизов Марк. Сегодня 3 мая – Всемирный день Солнца. Начиная с 1994 года, в разных странах 3 мая отмечается Днем Солнца, иногда называемый Всемирным или Международным Днем Солнца. Солнце – ближайшее к Земле звезда. Все другие находятся от нас неизмерно дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из созвездия Альфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимое для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни. Воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерзших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь. Солнце, ветер и морские волны, и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас, и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия. Это была рубрика «День в истории» и я, ее ведущий Вильгизов Марк. Всем спасибо и до встречи! Фитнес – это весело, задорно, а главное – полезно. Арина Вишневская решила подготовить для вас, дорогие телезрители, интересную подборку упражнений. Советую вам прямо сейчас становиться напротив телеэкранов и повторять за ней. Физкульт-привет! С вами Арина Вишневская. И сегодня мы занимаемся фитнесом. Становитесь перед экранами и повторяйте за мной. Начнем с приседаний. Делаем их восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – это скручивания. Делаем их в правую и в левую сторону. Восемь раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение – это выпады. Делаем их на левую, а также на правую ногу. Восемь раз. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы сделаем планки. Сначала верхняя. Сделаем ее примерно 15 секунд. Закончили. Теперь нижняя. Начали. Следующее упражнение – это мы ложимся и поднимаем наш таз. Восемь раз. Начали. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее и последнее упражнение – это отжимания. Делаем их восемь раз с колен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну на этом у меня все. Занимайтесь спортом и помните – в здоровом теле здоровый дух. А с вами была Арина Вишневская. Пока-пока. Напомню, что все самое интересное вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Последние новости, анонсы, прямые трансляции, а также многое другое. Заходите в гости, мы вам всегда рады. На этом выпуск программы «Классные новости» завершается. С вами была Полина Усова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин